Масок нет, к сожалению. Да, раскупили на самом деле. А когда послужили, если закончились они? Где-то вот 4-5 дней назад. В аптеках нет масок, склады пусты, но на улицах города редко встреча человека в этой же защитной маске. Последний раз их продавали по 20 рублей за штуку и когда будет новая партия и по какой цене, неизвестно. Большинству опрошенных в Махачкале достаточно спокойно относятся к возможному появлению коронавируса. Какой-то обостренной тревоги у людей нет. Вы боитесь этой болезни? Не-не, чего бояться. Все мы рождены, чтобы умереть. Так разобраться. Ну, за детей, конечно, переживаем. Я просто одела маску не потому, что сейчас идет, да, вот этот коронавирус. Я его как бы не боюсь. Я думаю, что все будет в порядке. Во всяком случае, такой сильной беспокойности. Пока... Ну, спокойно люди чувствуют себя. У нас, по-моему, в Дагестане нет такого ажиотажа, такого страха, что мы здесь окажемся больными и заразимся. Действительно, причин для паники нет. В инфекционной больнице нам сообщили, что это такой же вирус, как и все остальные, уже хорошо знакомые врачам. Заразиться могут в основном те, у кого ослаб иммунитет и не соблюдающие элементарную гигиену. Люди, которые с ослабленным иммунитетом, с фоном заболеваний, возрастные больные, ну, доказано, что очень много легкой формы протекает. Не обязательно, чтобы они приводили к летальным исходам. По статистике видно, что процент летальности на сегодня 3,3. В принципе, это небольшой процент летальности. Но, опять-таки, это тоже предотвратимо. Пневмония тоже лечится. Единственная проблема – ранняя диагностика и ранее начатое лечение всегда приводит к успеху. К счастью, в Дагестане еще нет ни одного случая заражения коронавирусом. Но даже если больные появятся, врачи готовы принять пациентов и помочь им побороть эту болезнь. С вопросами о вирусе, который шагает по земле, не зная границ, люди обращаются не только в Минздрав, но и в Мафтеат нашей республики. Духовенство затрагивает эту волнующую всех тему и в мечетях на пятничных проповедях. Призываем всех жителей региона предпринимать все необходимые меры по профилактике лечения всякого рода заболеваний. Но вместе с тем не стоит поддаваться на провокации и намеренно распространять в социальных сетях фейковые ролики, которые сеют беспочвенную панику. Призываем всех быть благоразумными и опираться лишь на достоверные источники. Даже если в Дагестане зафиксируют случаи заражения коронавирусом, это не повод сеять панику и нагнетать обстановку. Большинство в нашей республике – люди верующие. А верующий человек хорошо знает фразу, что миновало тебя и не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. Переносить невзгоды, достойные относиться к трудностям мужественно, всегда было в крови у дагестанцев. Махачкала.